Привет, с вами Торо, вы на канале Ниссанрайз и сегодня я буду не совсем один вести стрима я буду вести его со своей женой она не хотела к вам очень долго выходить но я думаю сегодня время пришло так а почему я себя слышу и почему вы наверное себя то что от понял короче какой же мерзкий голос когда ты его слышишь одновременно короче ребят я попрошу вас ее не обижать я надеюсь вы подружитесь да 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 цуга кстати тоже на стороне юки короче ребят знакомьтесь вот она вот она моя маленькая прелесть кстати вы не смотрите она не мертвая она просто это она наелась она отдыхает и она 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 стесняется и ей было очень вы посмотрите на нее теперь она будет на каждом стриме наверное с нами и теперь она никуда вообще от меня не денется боже она такая милая она такая классная как ребят я надеюсь вы ее обижать не будете вот и чего ты от меня ожидал ну ты посмотри какая прелесть а я вчера ее уговорил кстати сделать вайланс привет сделать одну фотку ну чтобы у нас был на перерывах не черный экран и на ней на ней вот ее видно как бы получше давайте я вам покажу вот посмотрите как она выглядит на этой фотке ребят ну разве это не милота вы посмотрите как она позировала она даже пыталась улыбаться короче теперь юки будут на каждом стриме со мной мы попытаемся что-нибудь делать и цуга если кто-то будет к ней плохо относиться ты это ну ты знаешь что с этим делать не вайланс вон же жена вон она вон же с розовым носиком и с усиками блин она классная я просто не могу нарюбоваться так чем мы сегодня заниматься то будем не нере эта мышка эта мышка это маленькая юки мышка юки это нечто на макушке да алекс я же говорю это ты ты посмотри ну вон же ну он же носик видишь смотри розовый носик это мышка сюжетку и вента ну кстати да почему бы его и не потрогать это же ну это если кто-то плохо видит ее там потому что там она маленькая вот здесь у нее моська немножко покрупнее и я оживил чат кстати на вот этом окошке теперь он вроде как живой но там все равно все равно как бы мелковатый так ну что тогда начинаем наверное сюжетку и вента правда голосу меня она долго не хватит но типа уж тут как бы и так в последнее время было чего-то многовато стримов и все такое вот 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 ты что ха сдаёва кот ты понимаешь да все бездны нету бездна ушла в жертву дэхи как суга такая ночью решила что спать совсем не обязательно зачем вообще спать утром там просыпаться нужно и все такое поэтому спать совсем не обязательно и она пошла и затыкала бездну так сюжет ивента прибытие чужеземцев отправляйтесь в гильдию а господи так тут еще 15 дней ребят 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 можно вообще по поводу ивента тогда не напрягаться можно просто сидеть и чилить а потом когда останется один день я просто пойду и пройду его вообще план такой я никогда себе в этом плане не изменял поэтому я счет даже хочу оставить его на последний день ивента чтобы все было привычнее что ли для меня тогда но как всегда так вот именно я уже просто настолько привык проходить сюжетки в последний день это когда меня очень-очень сильно тыкают палками праздник же да кстати да дашь юри там когда в юм с фонариками праздник когда в монштадте они все прям долгие долгие когда меня это останавливало и до монштадт все-таки украсили так кого я здесь жду в первую очередь я жду здесь булку я вот как-то помнить в свое время начал ее называть булкой и в итоге из-за того что я начал называть ее булкой я начал забывать как ее зовут я то вот сейчас вспомнил что она колея но прошло минуты две прежде чем я вспомнил меха с мне бетка не пришла звезда рельса я активно активно ожидал прям активнейшие и ожидал но как я уже говорил звезда рельса будет второй игрой основной на канале он когда выйдет что за моделька а это самопальная привет катерина а да кстати надо бы это исчезать на моменты диалогов а да там кстати с ником проблемы кстати кто у кого были проблемы с ником уцуки да туго объясни ребятам почему ну в смысле что ты сделала когда это у тебя тоже не менялся ник на телефоне задержка секунд 40 но это видимо чтобы не было лагов там буферизация выставлена скорее всего побольше рада встрече с вами в этот праздничный день и так у тебя есть для нас как у тебя есть для нас какие-нибудь поручения боюсь ближайшее время найти для вас новые задачи будет непросто с наступлением праздника ветряных цветов всех монштадцев интересует только одно приготовить подарки для близких но по традиции на это нужно делать самостоятельно так ребят подождите стойте 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 подождите ребят ребят а мы совсем недавно проходили вот это вот дело в монштадте это год прошел это прошел год нехас еще одна мыши жена не надо потому что юки мне ухо откросят уже год я просто припоминаю как прошлый ивент мы проходили прошел год а два да нет год же год не два год год это вот когда еще добавили вот этого ни по сюда у которого можно было помните покупать всякие штуки которые были в прошлых и я уйдем так знаете моргнешь а потом херяк тебе там 45 ты такой сидишь бля да господи вчера же геншин релизнулся куда вы чего прошлый фестиваль фонарей так фонарей а это ж не фонарей фестиваль цветов два года не не могу я быть настолько старом посчитайте что в гиблии искателей приключений монштадта временная затишья я и мнение я отказываюсь в это верить пришла весна любовь это это воздухе всем хочется только отдыха и удовольствий даже кошки из таверны по соседству целыми днями милуются друг другом а так ребят но кошки то мы то знаем что кошки любят в марте любоваться друг на друга и не только ужасно это про кошки если что это если что про кошек а пойман не может сидеть кем-то любоваться знаешь это чувство когда как следует выспавшись выбегаешь на улицу чтобы закупить чтобы купить все редкий горячий напиток а последние пару стаканов прямо у тебя из подноса уводит парочка назойливых влюбленных вот на что это похоже она она и правда да и какая интересная метафора и она а она и правда короче бы канула на то что кошки из таверны такие сидят любят друг друга грубо говоря у боже узурь это ты может вам просто стоит воспользоваться этой возможностью туру пойман как здорово что я вас нашла я хотела попросить вас о помощи сахароза а вот ее мы видели совсем недавно в 3 3 когда карты на вилле однозначно лишать азур это да тот самый азур и шат тот самый шат получается у с которым у нас намечено на сегодня дуэль в грязи привет давно хотел задонатить тебе но никак не представлялась возможность смотрю тебя еще с твоего прохождения холлоу реализейшн удачного стрима генезис спасибо спасибо большое ну это дабл донат и это нормально я это еще не починил ребят холлоу реализейшн это как раз его тема азура шада боже как давно это было спасибо и сахароза ну же сахароза мы как раз переживали что нам нечем заняться хорошо она постоянно так смущается а как а как она сбежала от кого не от бы на тоже она сбит от кого на короче от кого-то она сбежала вот как обстоят дела в этом году рыцари ордов агониус выбрали меня особой посланницей праздника ветряных цветов а от рейзера точно да 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 моя задача делать разные добрые дела но во время этого праздника любви и благодарности праздник любви звучит неплохо как тебя выбрали ну пустую винную бутылку в пустую винную бутылку любезно предоставленную долей ангелов мы запустили вращаться по кругу с именами а потом выбрали того ночью имя указала горлышко бутылки но там должно было быть еще какое-то продолжение типа сахароза должна была джим поцеловаться блин а когда мне было лет этак 13 14 мы играли в бутылочку это было настолько давно но не знаю это было весело чистая случайность на странный способ не я так думаю но все говорят что за счет этого обеспечивается максимально беспристрастный выбор так шансы стать особым посланником у всех равные дело в том что я не сильно в общении с людьми так что сначала я сильно испугалась но все равно была очень рада получить такой титул она неси она говорит о том что она не сильно в общении с людьми она же она же она же вообще с людьми общаться не умеет так азур я и правда женился у меня юки жена нет не шутка феликс привет к счастью а я нашла как себя подбодрить взгляните ваши мысли ваши первые предположения чем чем она вот что 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 ну что чем она решила себя взбодрить вот давайте вы 20 секунд подумайте а я кофе выпью нет суга полностью с тобой не согласен геншин наоборот способствует способствует заведению отношений с противоположным или своим полом это дота стоит на страже девственности всегда а геншин наоборот геншин это как раз таки то куда нужно приходить если хочешь себе завести там девушку парня друга собаку у кого угодно геншин в этом плане лучший вариант колба маленькая какая колбочка про и не 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 просто я тут хотел про шампуни пошли но не буду все это пробирка именно каждый раз когда я кому-то помогаю я прошу этого человека сделать выдох в пробирку так я смогу собрать ему только дыхание и счастье ты ебнутая простите ты ебанулась ты в монштадте а когда там проходит праздник это винный город когда тут все бухают она просто помогает кому-то потом подходит такая отдохните в пробирку пожалуйста да там же сплошной перегарище просто как как до такого можно было додуматься короче она собирает да да она собирает праздничный перегар просто у человека настолько кукуха видимо поехал от исследований что вот а чё потом с ним делать звучит под укус понятно это я это явно одобрит звучит потрясающе ты будешь его исследовать сахароза она сразу оценила ей даже в голову не пришло что здесь что-то не так да не уверена что это вещество обладает большой ценностью если использовать его в алхимии можно создать невиданные чудеса например можно использовать его как газ ну типа на нем горелка какая-нибудь будет работать до особый сладкий закатник что из перегара и зачем ты сказал упал вам сразу слюнки потекли да по глазам видно можно сделать можно сделать можно сделать даже что-то еще более замечательное но я не буду рассказывать о заключениях пока не проведу достаточно экспериментов алхимики должны следить за своими словами когда делают громкие заявления а потом она внезапно выяснит что вот этот фермент экстракт счастья он еще и хорошо горит а сейчас мне еще не хватает одной порции дыхание счастья просто ты едешь на машине тебя останавливает гаишник и такой мне вот не хватает одной порции дыхание счастья дохните в трубочку пожалуйста примерно так это выглядит в реалиях да так вот какая помощь тебе нужно а проще простого вон пойман счастливая пусть дышит угости пойман цыпленком в медовом соусе и у тебя будет полная пробирка почему мои мысли ребят работают не в ту сторону вот казалось бы что такого в этой фразе но мои мысли вот честно работают сегодня вообще не в ту сторону ведь как это стремно какое стремное начало квеста это просто не передать словами полная пробирка запахов цыпленка пойман не на шутку напряглась чтобы придумать как помочь чтобы пожрать на халяву или тебе нужно что-то более официальное величественная сахароза количество счастья зависит не от этого скорее возьмем для примера растения в саду попробовали ли вы вырастить что-нибудь самостоятельно плоды тем плоды тем слаще чем больше труда и времени у вас ушло на их выращивание радость часто прямо пропорционально пережитым трудностям вот и мне особую радость приносит стабилизировать зелье после нескольких месяцев напряженных исследований она еще и количество счастья в выдохе измерила да то есть ее максимально это в промилях наверное измеряется нере а я могу предположить что про мире единицы измерения счастья в выдохе чтобы получить особенно счастливый выдох мне нужно сделать для других что-то сложное тут тут каждая каждая фраза она прям вот веет чем-то таким о чем и хочется сказать с одной стороны с другой стороны лучше помолчать потому что умнее буду казаться и культурнее а теперь понятно а сейчас еще замените а сейчас еще да еще и забанят вы сейчас просто выдох заменить на iphone и такие сахароза куда тебя понесло ты-то куда так ну теперь-то пойман все понятно хорошо выходит нам нужно отыскать для тебя тех кому нужна помощь и заставить их дышать не просто да сейчас ведь праздник ветряных цветов но если даже такие многоопытные путешественники как почетные рыцари пойман не знают что делать да ладно сдаваться рано наверно и правда ну я не знаю почему но когда я вижу сахароза на экране я мне постоянно хочется улыбаться она прям настолько максимально милая она конечно социальный инвалид как и я но блин она так сильно вызывает желание улыбнуться глядя на нее не ладно раз тору так говорит то и пойман постарается по части разговоров по крайней мере уж говорить она умеет а если ничего не выйдет можно пойман все равно съест цыпленка в металлом соусе так кто мышь пойман ты или юки товару это ведь праздник любви и благодарности ты же не откажешь пойман сахароза можешь подойти тебе посылка так и ушки ушки это прям отдельная история да конечно я скоро вернусь юки мышка пойман скорее крыса бы не скорее а точно крыса и зрение ведь не подводит пойман там колеи когда это корее успела прибыть в монштаб она сто процентов приехала к эмбер тут не нужно быть ванга и чтобы понять что она приехала чтобы потискать эмбер а мы кстати на одном из стримов об этом рассуждали давай скорее с ней поздороваемся да ребят если кто еще не видел юки то вот она вот она сидит вот она с нами ну кто позже подошел и кто не успел познакомиться с юки вот прошу любить и жаловать не бежать тихомяков сравнивая с пойману она только в количестве потребляемой еды может сравниться наверное с хомяками это вы какое совпадение ты чего смотришь в одну точку ничего тряслось кот ну она там порой и мешать будет и тут проблема в другом а если я на диалоге не буду убирать модельку я потом не смогу превьюхи нормальные сделать для видосиков в этом еще огромная проблема я видите я даже чат и сбоку там откуда-то я нашел способ как сделать его бегущие строкой чтобы потом это не мешало делать но более-менее адекватные превьюшки нет не волнуйтесь все в порядке я ну хотя потом посмотрим что-нибудь придумаем я выбрала книгу сказок монштадта в сувенирной лавке неподалеку у марджори и или маджори как этом зовут короче постоянно орёт которая я листала книгу и вдруг из неё выпала вложенная между страниц записка выглядит таинственно похоже на пророчество так выполнив это ты сможешь зажечь светильник блаженства после чего обретешь высшее благословение и что там за это найди цветок нет мира сего найди проводника что с пути не собьется найди устал что не лгут найди легенду которой нет конца легенда которая и нет конца это мои поиски сестрен и цветок ладно проводник наверное пойман устал что не лгут вот с этим будут проблемы 4 условия вот смотрите сами я спросила продавщицу но она ничего не знает о записке твоя записка ты и разбирайся можем попробовать спросить у нашего друга привет прошу прощения что вмешиваюсь в вашу беседу но как называется эта книга сказок так тихо общение затаили дыхание ребят затаили дыхание потому что в данный момент происходит историческое общение двух булок а это принцесса кабан воет прям это прям со старта принцесса кабан странно я читал эту сказку в ней ничего нет ничего связанного с запиской брену не они молодцы конечно двух топовых булочек а вы ее знаете это вообще брить кто пришла чё-то докопалась вы вы ее знаете это кто зачем и причем ну как бы она то тоже там все слышит над к стоит сейчас типа бля как бы беспалевно так провалиться под землю чё-то похоже когда вы подходите кому-то пообщаться и кто-то такой прям во время диалога типа а это вы его знаете ну немножко наверное должно стать не по себе давайте пойман вас познакомит это сахароза алхимик варда фавониус а это корей стажер лесного дозора сумеру она такая просто это вообще кто чего происходит привет ладно здравствуй так ребят я конечно ни на что не намекаю вы пока можете посмотреть на хвостик собаки который там за билбордиком короче но по-моему это начало каких-то больших отношений мы сейчас наблюдаем их зарождение вот эти вот взмахи лапками обоюдные встретились два социофоба это два человека шестидесятым орангом в геншине пытаются поговорить ерл встретились таки жили год два три рядом друг с другом познакомились в геншине все это время общались и тут наконец решили встретиться вот к этому примерно в общении наверное да вот и поговорили плохо дело когда общаются две стесняшки сразу повисает неловкое молчание и тут непонятно на самом деле кто большая стесняшка а кстати да ребят там это про лайки не забывайте пожалуйста там это где-то снизу такая кнопочка сердечко сахароза а что ты думаешь о пророчестве она может быть правдой это я без соответствующего исследования не могу выдать обоснованное заключение блин они такие такие прям стесняхи две но если вы хотите узнать мое субъективное мнение я думаю что оно не похоже на простой розыгрыш так сфигали книгу со сказкой станет ли стать только человек чье сердце подобно детскому чисто и открыто для искусства оставивший пророчество человек наверняка это понимал ну что вспоминаем отца дэхи да у кот не по моему нет возможно он рандомится возможно он как-то потом еще сам меняется но это ну на твиче по моему тоже нельзя менять там тоже рандомно дается разрушать подобную он простодушную чистоту ложью не могу вообразить такого бессердечия какое неожиданное рассуждение мне нравится может в честь этого вы еще и обнимашки устроить а вот два детей нельзя обижать тогда что это за благословение как думаешь сахароза короче 200 снежки не могли слова вообще сказать друг другу а потом просто после одной фразы так ну все похоже лед растаял ну лед растаял с одной стороны ладно надо ребят лед растаял только с одной стороны пока что может быть речь идет об исполнении желания каким-то волшебным существом я не слишком разбираюсь сказках так что это всего лишь догадка даже не предположение дельных предложений нужны данные и время для исследования ну машине и активно прям работают вот допустим только позавчера появилась функция рейдов но там прямо активно активно работают тут куча опросов на тему того что там в первую очередь добавлять ну будем надеяться будут развивать активно ого колей влюбилась какие прекрасные догадки надо же спросите еще но я наверное выгляжу надоедливой задавая столько вопросов боже ох уж эти дилеммы мы ведь впервые встретились что нужно говорить при первой встрече это вот да знаете то чувство когда общаешься ну общаешься с плохо знакомым тебе человеком и такой и молчать как-то ну не очень и как бы заебывать разговорами тоже как бы ну не очень-то хочется ну потому что вот нужно какая-то золотая середина и колей и и пытается сейчас найти но это мега сложно уверяю вас а потому что ну как бы у меня есть два состояния с людьми которых я знаю плохо я молчу вообще с людьми которых я хорошо знаю меня не заткнуть все вот они мои два состояния но у меня нет золотой середины к сожалению и мне вот-вот как сахарозе максимально прям сложно то есть ты хочешь найти светильник блаженства да если это возможно что бы ты загадала колеи я хочу исправить свой характер она хочет стать более общительной да 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 чего и у сахароза та же проблема и сейчас они вдвоем скажут что типа вот я слишком застенчивая и стесняшка и все такое сахароза такая так бля так и я тоже и бля все обнимашки ам 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 чего чего ну уж нет но ты не можешь растратить желание на это у тебя и так отличный характер спасибо за добрые слова но я лучше себя знаю так подожди крея ты с дуплом посоветовалась что сказала дупло дупло что тебе сказала хорошо нам нужно третье мнение нам нужно мнение дупла есть мнение колеи есть мнение туру должно быть третье которое расставит все по своим местам нам нужно пообщаться с дуплом причем срочно колеи да ее лучшая подруга знакомый голос это же не нере не 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 а ну кстати учитывая определенные факты возможно бежит пахтит ухо в этот раз ты и прибыла пораньше хорошо что я такая зоркая высмотрела твои зеленые волосы издалека иначе упустила бы тебя эмбер как у тебя дела ты съела все питы которые я тебе прислала в прошлый раз а бля там же точно побудь моим дуплом боже точно я этот момент я немножко подзабыл но да звучала фраза побудь пожалуйста моим дуплом и ты такой сидишь ну а че еще сказать то конечно они с каждым разом все вкуснее а судя по вашему разговору ты уже бывала в монштадте раньше колеи ахап когда-то давно в монштадте мне очень сильно помогли после того как я вылечилась от элиазара я искала возможность наведаться в монштад чтобы поделиться этими хорошими новостями да кстати мы за тебя очень рады если вы не против я заберу вас скорее чтобы прогуляться покажу места где она еще не бывала не ну ладно ладно простительно конечно вам бы и сахарозу с собой забрать тоже корей скажи пригласи ее на здоровье ну корей давай я это давай зови сахарозу извини эмбер господи что здесь можно собрать кота трансформера здесь можно собрать кота трансформера подождите что вы чок в рире где а да бля подождите здесь можно сделать своего кота например вот такого ладно допустим я договорилась встретиться со своими спутниками у городских ворот и время встречи почти настало так что я не смогу отправиться с тобой на прогулку окей никаких проблем тогда вы немного отдохните а я разыщу магистра джин и попрошу отгул а хорошо товаро сахароза присмотрите за к присмотрите за кореей конечно я зайду за ней позже мне уже не терпится представить ей представить ее целые кучи людей конечно никаких возражений да тут тут на нас можешь положиться отлично тогда до встречи давай мех дай чё бугали ты выглядишь расстроенной извините я просто немного стесняюсь сегодня не обращайте внимание еще сахароза такая ого не 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 алекс смайликов никогда перебор не бывает наоборот и в чем больше в чате тем лучше эмбер хочет познакомить меня с друзьями смогу ли я найти с ними общий язык двое же двести сняшечки я даже сахарозе не знаю что сказать блин выражение ее лица просто оно бесподобно вот бы стать увереннее в себе может мне было бы легче находить друзей а нам уже пора давайте отправимся к городским воротам и посмотрим пришли ли они и нет мы не отправимся а в общем ребят самое время нам сделать маленький перерыв буквально на пять минуток после которого продолжим удачи 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 Продолжение следует...